Меня зовут Людмила. Я познакомилась с фирмой Бакоу в 1997 году, когда заказала свой первый дом. В прошествии нескольких лет, в 2006 году, я заказала еще один дом. Когда подрос ребенок, возникла необходимость как-то с ним жить где-то на свежем воздухе. С родителями уже было тесно, поэтому мы решили построить свой дом по своему видению, по своему желанию. Но, правда, распоряжение у нас было только садовый участок, 6 соток в садовом товариществе. Поэтому мы искали что-то такое, что могло бы подойти именно для этого места. Однажды, прогуливаясь по ВДНХ, мы набрели на выставку образцов разных фирм. Но дом фирмы Бако нас сразу как-то очаровал. Мы вошли внутрь, и дальше оказалось, что нас очаровал не только дом, но и сотрудники, которые сразу к нам проявили искренний интерес, внимание. И, собственно, после этого мы больше ничего не искали. Мы взяли какой-то прайс. Дома немножко подумали, порядка, наверное, недели. И в следующие выходы уже пришли с деньгами подписывать договор. Мы заказали дом по проекту «Звенигород-С». Замечательный дом, готовый для проживания круглогодично, что было очень важно, потому что мы зимой и на каникулы ездили туда без всяких проблем. То есть там было тепло, там была вода, канализация. То есть всё, что нужно человеку для нормальной жизни. В садом товариществе никаких, естественно, коммуникаций, удобств и ничего подобного не было, потому что люди топили печки. И, конечно, мы этим вопросом озадачились, и озадачили, конечно, фирму «Бако». Но для фирмы «Бако», как известно, проблем нет, поэтому они сказали, да не вопрос. Мы вам выроем канализацию, мы вам проведем воду, мы вам поставим фильтры, мы вам поставим котел, потому что газа у нас не было, и, насколько я знаю, нет. Вот, поэтому поставили нам дизельный котел. Мы заказали ещё в фирме «Бако» проект такой беседки барбекю, павильон, ну что-то такое, да, чтобы можно было в любую погоду беспрепятственно жарить шашлыки и сидеть на свежем воздухе. Ну, фирма «Бако», опять же, сказала, да нет проблем, конечно, сделаем. Построил нам чудесный павильон, и, собственно, потом уже для нас не стал вопрос, где справлять дни рождения, где справлять Новый год. В общем, вот так поменялось чудесным образом наша жизнь. По поводу того дома мы прожили в нём 10 лет. 10 лет. И как бы вот за эти 10 лет ничего такого масштабного мы там не меняли и не ремонтировали. Сейчас я бываю там, но не в доме, а просто у меня там остались друзья, я иногда к ним приезжаю, дом живёт. Так сложилось, что мне пришлось продать первый дом. Ну, первое дитя, как известно, всегда самое любимое. Вот. Очень жалко было его оставлять, но, к сожалению, пришлось. Вот. Ну, как человек, уже подсевший на жизнь за городом, уже, конечно, я не могла себе представить, что у меня не будет загородного дома. Ну, естественно, конечно, у меня не возникло никакой мысли, куда идти. Я, конечно, по проторенной дорожке, опять же, фирму Бака. Они немножко удивились, конечно, сказали, мы же вам уже всё построили. Ну, давайте теперь ещё разок. Сначала мы хотели построить, как и предыдущий, дом по проекту «Звенигород-Эс». Вот. Но Андрей Евгеньевич уговорил меня, сагитировал построить дом по проекту «Бавария-Эс». И чему я, конечно, очень рада и очень ему за это благодарна. Куда ни пойди, что ни делай, всё так настолько продумано. И так хорошо всё организовано, что, ну, я не знаю, мне кажется, даже нет возможности это вот ещё как-то улучшить. Потому что всё, 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 вот всё, что есть, всё работает на твой комфорт, на твоё удобство, на твоё спокойствие. И очень ценное качество фирмы Бака, что когда ты ввязываешься в стройку, ты, я имею в виду клиент, у тебя совершенно не болит ни о чём голова. Ну, кроме как вовремя вносить денежные средства. Вот. За всё остальное голова не болит совершенно. То есть мы приезжали, ну да, вот фундамент, ага, там следующая стадия, то-то, то-то, там следующая стадия. То есть настолько всё по графику и чётко. И я не знаю, какие у них тут возникали проблемы. Как я потом узнала, там, соседи приходили с милицией, потому что им показалось, что что-то украли. Хотя, конечно, на самом деле это было не так. То есть были какие-то проблемы, как, наверное, при каждой стройке. Но меня они совершенно никаким вообще, ну, никак не касались. Знаете, если мне по каким-то причинам понадобится ещё один дом построить, то даже не сомневайтесь, куда я и к кому пойду. Конечно, фирма Бако. За вот прошедшие годы ничего такого кардинального менять не пришлось. Когда мы построили новый дом Бавария, конечно, нам очень стало не хватать такого же павильона барбекю. И мы снова пришли в фирму Бако, там уже совсем не удивились. Вот. И, собственно, за сравнительно короткий отрезок времени мы стали счастливыми обладателями нового павильона барбекю. Это чудесный павильон, который вызывает ещё большую зависть даже, чем дом, потому что он представляет собой такое совершенно автономное жилище. Там есть кухня, там есть такая подсобная комната, где можно хранить всё, что угодно. И, собственно, вот сам павильон с камином, с мангалом, со столом. В общем-то, всё, что нужно для приятного времяпрепровождения. Там очень удобно, потому что ты, с одной стороны, находишься на свежем воздухе. Да, у тебя вот панорама, птички, цветочки, там всё хорошо. Вот. С другой стороны, ты всё-таки под крышей. И если пошёл снег, дождь, там ветер, то от этого всего предохраняет крыша. И если ветер или холодно зимой, можно опустить роль ставни. Если просто даже ничего не жарить, а затопить камин, то получается совершенно волшебная обстановка. То есть после того, как появился павильон, даже мы перестали что-то праздновать в доме, потому что даже зимой, даже осенью, в любую погоду, там очень приятно, очень удобно. У меня, так скажем, большой опыт в строительстве домов, да, но он такой немножко однобокий. Потому что вот я человек такой, не знаю, может быть, странный. Если вот я нахожу что-то, что меня полностью удовлетворяет, я больше ничего лучше не ищу. Потому что я просто не представляю, как может быть лучше. Поэтому я советую всем, кто собирается только строить дом, конечно, обратиться в фирму Баков. И там работают отличные специалисты, которые проконсультируют по любому вопросу. То есть по метражу, по отделке, ну я не знаю, по всем вопросам вам дадут там грамотный, разумительный, понятный, даже вот для человека никогда этим не занимающийся ответ. Редактор субтитров А.Семкин